МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии информационной программы «Твои новости» Марина Бартенева. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня в выпуске. Как урегулировать доходную и расходную части бюджета и вызволить муниципалитет из долговой ямы? На сессии Армавирской городской думы побывал Марк Бугаец. Школьные летние лагеря в Армавире пользуются популярностью. В этом убедилась Юлия Чернышева. Первые в своей жизни дипломы получили маленькие вундеркинды Армавира. За теремонией награждения наблюдала Анна Мельченко. 1 июня на землю с миссией прилетит космический спецназовец. Место приземления – сцена Армавирского драм-театра. Подробности расскажет Дарья Топчева. 49-я сессия Армавирской городской думы, состоявшаяся в четверг 30 мая, была посвящена проблемам исполнения местного бюджета. Законодатели совместно искали пути выхода из сложившейся ситуации, при которой Армавир может оказаться на краю долговой ямы. С подробностями Марк Бугаец. На соседании депутатам предстояло утвердить отчет по исполнению бюджета за 2012 год. В прошедшем году муниципальные власти не раз откликались на просьбы горожан и шли навстречу в вопросах благоустройства территорий. Однако хорошими делами городской бюджет не наполнишь. В итоге в прошлом году доходная часть почти на две трети состояла из безвозмездных поступлений из федеральной и краевой казны. Эти тенденции не могут не вызывать обеспокоенности, поскольку в целом по городским округам такие соотношения доля долгов в доходах собственных, как встать сказали, 33%, а у нас 63% и тенденция в данном случае является достаточно напряженной. В сложившейся ситуации по предложению законодателей для правильного распределения бюджетных средств особо актуальным может стать использование нового термина – социальная справедливость. Определять приоритеты не по количеству обращений граждан, а по объективной значимости для населения, благоустройства тех или иных объектов. Этот принцип должен быть положен в основу деятельности властей в социальной сфере. Я думаю, что вот здесь будет достаточно большая работа, необходимо будет прорабатывать и на комиссиях, и затем уже обсуждать на заседании Армавирской городской думы. Опять же, в очень жестких условиях, которые, наверное, со следующего года будут работать и на территории муниципалитета, и в Краснодарском крае. Острое несоответствие расходной и доходной части бюджета породило немалый долг, который к концу прошлого года составил около 700 миллионов, что заметно выше, чем в 2011 году. К тому же, по заключению контрольно-счетной палаты, город недосчитался немалой части налоговых поступлений, отягощая ситуацию рост незаконного предпринимательства, которое штрафами в 2000 рублей уже не напугаешь. К тому же, целевые программы зачастую составляются без расчета на их выполнение. В результате, в минувшем году расходы на них составили лишь 39% от запланированного. Как бы все проблемные вопросы были обозначены на комиссии, принятых сведений, были также высказаны некоторые недовлетворения работы. Ну, как бы все в рабочем порядке решено, и в совместной работе с администрацией города данные вопросы будут, будем стремиться к их решению. Найти решение этих проблем депутатам предстоит в нынешнем году. В противном случае, Армавиру грозит перспектива лишиться экономической самостоятельности. Марк Бугоец, Александр Жирелеев, Служба новостей Армавира. К другим новостям. В рамках проведения Дней малого и среднего бизнеса на Кубани, приуроченных ко Дню российского предпринимательства, в стенах Северокавказского института бизнеса и инженерных информационных технологий, проходили мероприятия, направленные на повышение активности различных слоев общества в данной сфере. На подведение итогов Дней предпринимательства, которым была посвящена праздничная конференция, побывала и наша съемочная группа. В числе приоритетов молодежной политики – вовлечение молодого поколения в сферу предпринимательства, туризма и спорта. На этих трех китах изиждется политика Северокавказского института бизнеса, инженерных и информационных технологий. Мы должны с вами из каждого человека вовлечь производство, вовлечь предпринимательство, вовлечь его так, чтобы обеспечивать себя и обеспечивать свою семью. Есть очень много проектов и программ, которые способствуют этому развитию. В рамках Дней малого и среднего бизнеса на Кубани студенты с Кибиит присутствовали на мастер-классах известных бизнес-тренеров, посещали малые предприятия нашего города, набирались опыта у успешных предпринимателей, принимали участие в бизнес-экспедициях и соревнованиях, на тренингах обучались основам ведения бизнеса, получали гранты на развитие собственного дела. Мы в этом году увеличиваем количество бюджетных мест для подготовки талантливых ребят, с тем, чтобы в скором будущем они стали крепкими, успешными предпринимателями. И начиная с первого курса они будут проходить специальную подготовку, с тем, чтобы быстрее крепко стать на ноги. А заключительным мероприятием стала праздничная конференция, цель которой – развитие механизмов и инструментов практической поддержки малого и среднего бизнеса. Все наши выпускники, которые устроились не только в малом и среднем бизнесе, а на различных предприятиях города, в различных структурах государственной службы, банков, наши выпускники все успешные, независимо от того, возглавили они предприятия бизнеса или работают где-то в других секторах экономики. За круглым столом собрались ведущие бизнесмены и промышленники края, города Москвы. Скибит в этот день стал площадкой для обмена опытом и мнениями между кубанскими и всероссийскими предпринимательскими объединениями. А для студентов эта встреча была уникальной возможностью узнать, какие темы на сегодняшний день волнуют мир бизнеса. Эти люди не только создают благополучие свое собственное, они еще берут ответственность по созданию рабочих мест, по созданию улучшения в жизни окружающих. И, конечно, сегодня очень большая заслуга данного учебного назначения института Бельгина, о том, что он является проводником, несет новые знания о предпринимательстве среди жителей города. Уже в самом названии Скибит заявлено, что бизнес входит в число приоритетных направлений работы вуза. И с этой задачей, как показывает практика, руководство института справляется на отлично. Застуха института ищет в том, что в своей основной деятельности он использует передовые технологии. Все в России это занудетные технологии обучения. Хочу бы пожелать всем, конечно, удачи, успехов в жизни. И хочу сказать, что можно выбрать разный путь продвижения к своей цели. И, конечно, сегодня идет вновь год. Северо-показки института Минска. Я думаю, что этот пункт будет наиболее удачи. И, конечно, удачи. Марк Бугоец, Александр Пензев. Служба новостей Армавира. Зачастую подросткам непросто определиться с выбором будущей профессии, тем, в каком направлении стоит двигаться, какие способности развивать. Армавирский лингвистический социальный институт решил помочь в этом школьникам и провел открытый семинар по одной из популярных программ Adobe Photoshop. Посетила его и наша съемочная группа. Осенью прошлого года Армавирский лингвистический социальный институт провел первую олимпиаду для школьников по рекламе и дизайну. Тогда для талантливых и креативных ребят дали мастер-класс четыре известных фотографа Армавира. Мероприятие имело успех среди школьников и выявило их интересы и потребности. Как продолжение – очередной открытый семинар по программе Adobe Photoshop, прошедший в актовом зале ALSI 28 мая. Наши школьники – это креативные люди, которые учатся в художественных школах. Они сегодня все пробуют себя в изучении этих компьютерных программ. Мы знаем потребность этих школьников и мы эту потребность хотим удовлетворить и помогаем им в этом. В течение семинара у участников была возможность познакомиться с основными функциями программы Adobe Photoshop, изучить ее интерфейс, поработать со слоями и, как заключение, создать калаш. Для большинства из пришедших эта работа новая и интересная, а кто-то уже знаком с программой и хочет улучшить свои умения. Я уже пробовала делать свои фотографии в этой программе и я подумала, что мне это интересно. И я пришла сюда, чтобы расширить свои знания. В то время, когда развиваются технологии, просто нельзя обойтись без таких программ, как Photoshop. Нужно все время развивать свои навыки, потому что компьютер совершенствуется, и человек должен. Век информационных технологий, компьютерные программы нужны практически каждому молодому специалисту. А такие семинары – отличная возможность для нынешних школьников определиться с выбором профессии и получить четкое представление о своих возможностях и своем месте в этом мире. Дарья Топчева, Станислав Ченский, служба новостей Армавира. Провести лето в школе. Для многих армавирских детей и их родителей такая перспектива становится реальной. А в школьном лагере и накормят, и напоят, и досуг организуют. В этом убедилась Юлия Чернышова. Последний звонок в этом учебном году прозвенел еще неделю назад. А эти пятиклассницы до сих пор каждый день приходят в любимую гимназию номер один. Но уже не заниматься, а развлекаться. Найти новых друзей и с пользой провести ближайший месяц. Мне тут нравится. Мы занимаемся творческими вещами, плетем, всякие браслеты, иногда убираемся. Общение с друзьями летом. Мне это очень нравится. И с друзьями мы можем делать все, что захотим в лагере. И играть в игры, и разговаривать. Мы ходили в парки, участвовали в разных соревнованиях между своих отрядов. Открытие лагеря было очень интересным. Хор пел, дети стихи рассказывали. И первые классы, и четвертые. И мне кажется, всем очень понравилось. Эти фенечки и браслеты, сделанные своими руками, девчонки пожертвуют на благотворительность. А их одноклассники-мальчишки наведут порядок в парке рядом с гимназией. А уже с началом июня, когда лагерь начнет свою полную работу, ребят ждут турпоездки, походы в кино, посещения бассейна. Наш детский лагерь «Росинка» – это уникальный досуговый проект, где интересно и полезно. Где вся работа с детьми организована на высоком профессиональном уровне. Это время путешествий, интеллектуальных игр и соревнований. За время отдыха в нашем лагере ребята приплетут багаж ярких, приятных впечатлений, море позитивных эмоций, чтобы по окончанию смены было о чем вспоминать, не только с друзьями, но и их родителями. С половины девятого утра до половины третьего дня в этом лагере за месяц отдохнут около 270 детей. Затем в гимназии номер один откроются тематические кружки, а вечерами учеников на гимназической площадке будут ждать спортивные мероприятия. Юлия Чернышова, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. С маленькими армавирскими вундеркиндами мы уже знакомы. Позади учебный год и вот вновь у них выпускной бал. Во дворце детского и юношеского творчества 30 мая собрались воспитанники студии, их родители, а также множество гостей. Анна Меченко расскажет. Проявить свои знания и умения, которые были получены в процессе обучения, на этом празднике могли все выпускники студии «Вундеркинд» Дворца детского и юношеского творчества. Маленькие непоседы показали себя на все пять. Есть мнение, что четыре, есть мнение, что двадцать пять. Так сколько же? Пять! 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 Правильный ответ! Пять! Надо сказать, что обучение в студии начинается с пятилетнего возраста и продолжается два года. Благодаря заботливым и талантливым педагогам дети получили все необходимое, чтобы затем легко пройти адаптационный период в начальной школе. Студия «Вундеркинд» – это одна из самых многочисленных наших студий. Насчитывает около двухсот человек. Несмотря на свою многочисленность, она гораздо более востребована. То есть очень много ребятишек и родителей нашего города с удовольствием привели бы наших детей в эту студию. Студия известна своими педагогами и программой. В конце учебного года воспитанники получают путевку в школьную жизнь. Им вручают настоящие дипломы. И малыши тем самым по праву заслуживают звание «Вундеркиндов». Я всем вам желаю, чтобы в будущем вот это замечательное настроение, вот это состояние сказки для ребенка осталось у вас в школе. Чтобы очень хотелось учиться, очень хотелось познавать мир, очень хотелось любить. И вам, родители, терпение, удача, чтобы все было хорошо с нашими людьми. И вот долгожданный момент вручения дипломов в «Вундеркинде» настал. Мальчишки и девчонки с нетерпением ждали торжественной минуты. Радминовой ютуберите! Рочим вам аплодиславным! Танцевать, петь, читать, писать, рисовать, говорить по-английски и многому другому научились малыши в студии «Вундеркинд». А еще они умеют отдыхать, играть, задорно веселиться и, конечно же, дружить. Поздравить выпускников пришли и гости. Анна Мельченко, Александр Пензев, служба новостей Армавира. 1 июня в Армавирском драмтеатре состоится премьера сказки «Космические спецназ и волшебная сила». На данный момент работы над постановкой практически завершены. Генеральную репетицию посетила Дарья Топчева. Традиционный подарок от Армавирского драмтеатра в День защиты детей – 1 июньская премьера. На этот раз ребята смогут посмотреть сказку «Космический спецназ и волшебная сила». «Фантастическая история. Здесь инопланетянин прилетает. Инопланетянин обычно у нас, как бывает, тарелка прилетела, вроде как это плохо, а здесь наоборот, он прилетает спасать маленького гномика Ганя. Космический спецназовец «Хелпи» прибыл на Землю с миссией – помочь добру восторжествовать над злом. Как рассказал режиссер-постановщик Татьяна Юдина, зрители будут не просто наблюдать за событиями, но и принимать активное участие в спектакле, играть, отвечать на вопросы. Спецэффекты, красивые объемные декорации, интересные костюмы – ребятам придется по душе, это фантастическая история. И как в любой сказке, здесь, конечно, добро побеждает. И не важно, откуда пришла помощь, пусть даже из космоса. Дарья Топщева, Александр Жирелеев, служба новостей «Армавира». Об этих и других событиях вы сможете узнать в любое время суток на сайте в интернете www.media.tv, а также в наших группах в социальных сетях. Там уже можно поучаствовать в обсуждении новостей и предложить темы для репортажей. На этом выпуск завершен. Далее о погоде вам расскажет Юлия Чернышова. Я же Марина Бартиниева прощаюсь с вами и желаю только самых добрых новостей. Спасибо за внимание. Не переключайтесь. Одежда ведущей предоставлена магазином женской одежды Гюзела Классик.